Пошел отчет на экране. Суп какой, покажите, лук. Смотри, суп лук. Сейчас небольшой тоже кадр со съемок, вставочка. Вон он висит, коптер. Здесь вот пульт, такой вот перевал. Вон там озеро вдалеке офигенное. Вот сейчас Серега будет спускаться. Я буду одновременно снимать и с коптера, и с камеры. Такой вот нелегкий операторский труд, но надо что поделать. Я один, надо отрабатывать по максимуму. Ибо на все локации уходит очень много времени. Вот так вот. А вы пишите в комментариях постоянно. Блогеры ничего не делают. Блогеры ничего не делают, правильно. А операторы, если они у них есть, они охеревают просто. Это мягко сказать. КАНЕЛЕДНОМННОМИВАНКИ ВСЕЛЕДНОМИВАНКИ Вот вроде мы практически добрались до подножия горы, точнее до смотровой площадки от Онтенгерк, сейчас вот туда вот вверх поднимемся на машине, насколько сможем, потому что наши ребята, которые были тут несколько дней назад, они не смогли подняться на самый верх, они часть ходили пешком. Но мы сейчас посмотрим, до куда-то поднимемся, а там тоже, наверное, пешочком прогуляемся. Здесь офигенно круто, жалко, что мы ночью сюда не приехали, хотя мы ночевали тоже в красивом месте. А за нами еще машина. Кстати, друзья, кто, может быть, хоть немножко знает монгольский, напишите в комментариях, что здесь написано. Потому что ни один переводчик, я имею в виду онлайн переводчик какой-то, оффлайн переводчик, никто не может переводить с монгольского на русский, и это прям ужасно неудобно. Мы вообще не понимаем, где что написано, кто что говорит. Просто вот уровень, как там, коммуникации ноль. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле немножко страшно. А вон там, кстати, на склоне пасутся лошади, прикольно. На каменистом вот этом вот уклоне, красиво. И вот нас встречают в высокогорье лиственницы небольшие. Кстати, вот тут они такие же небольшие, как у нас на севере. Вот маленькие лиственницы, такие коренастые, такие пожившие. Желтые уже. Вот, сейчас чуть не навернулся опять. Понимаю прекрасно, что вам уже надоело смотреть кадры из окна. Поэтому я залез на подножку. Как-то мы посмотрели на монголов. Внизу они отстали машину, и мы тоже машину отстали внизу и пошли пешком. А сейчас вот зашли почти к вершине, куда мы планировали. Здесь стоит машина. Ну и в принципе дорога есть, но не дорога, а след. И можно было проехать. А мы что-то пешком поперлись. Ну тоже хорошо считаю. Две недели едем уже, полторы. Пешком маленько прогуляться полезно. Пешком маленько прогуляться полезно. Продолжение следует... Подниматься вообще не хотели. Думали, сейчас к краешку подойдем, на камешек встанем, снимем. В итоге, блин, 20 минут в гору хреначили, по бурелому. В общем-то, мы дошли. Перед нами вот она, гора. Фу, сейчас заснимем все и покажем вам. Справа от меня гора от Гонтенгер. Самая высокая гора в монгольском массиве. Ее высота 4021 метр. Она известна тем, что в 2015 году при восхождении на нее погибла группа альпинистов. Часть из них удалось спастись. Больше 10 человек погибли. Кто-то потерялся без вести. Также для монгол эта гора является священной. Здесь поблизости, с одной стороны и с другой, есть два священных места поклонения, куда монголы собираются, приходят, чтобы приносить дары и молиться своим богам. Эта гора для них божественна. А вот здесь вот, это вторая гора. Точнее, второе место поклонения, куда ходят монголы. Вот оно там вдалеке. Все, задача выполнена. Гору мы сняли. Сейчас возвращаемся обратно. Кстати, обязательно посмотрите, какие сейчас будут вставлены кадры из коптера. Они просто бомбические. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место однозначно стоит того, чтобы приехать сюда. Поэтому, если вы собираетесь в Монголию, постарайтесь вставить свой график маршрута именно на это место, гору. Во-первых, сюда очень красивая дорога. Она очень обычная. И в какой-то мере сложная. Вы можете испытать некоторые ощущения от преодоления трудностей по бездорожью. Во-вторых, здесь отличные виды. Просто шикарно. Я не знаю, как здесь летом, но вот сейчас осенью, когда все такое золотое, трава желтеет, деревья тоже желтеют, очень много красок и просто безумно красиво. Так что, друзья, гора Адгон-Тенгер рекомендуется мной к посещению. Поедете сюда, заедьте. И напишите мне потом в комментариях, кстати, кто, если после меня, после моего совета сюда доедет. И обязательно, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Вот сейчас спускаемся вниз и думаем, нахрена мы здесь ломились пешком, когда здесь можно было проехать на машине. Вот. То есть нормальная дорога, да, чуть-чуть кочки, чуть-чуть потрясли. И при всем при этом мы ломились-то еще, ладно, мы по дороге, а мы ломились вот здесь, вот по этому бурелому, напролом, вот по этим кустам, как эти, как северные олени, блин. Ребят, думайте. Мой вам совет, думайте. Вы просто глаза выпущили, наверное, стягнули. Дай стопочку какую-нибудь. Стаканчик, дай. У тебя же все есть сюда. Да нет, у себя витамин. Стаканчики были витаминные. У нас требованы только. Теперь всегда возить с собой стаканчики. Земля круглая. Самогон. Мы с тобой, да, будем пересекаться. Кстати, вот касаемо поездки на север, обязательно таких штук пять возьмите. Когда я тебе буду и копать, и медведей нагоню в хадр, и все на свете у тебя будет. Это бонус, да? Да. Короче, как только я пить брошу, можешь меня больше с собой никуда не брать. Я милю, как скучно будет. И хадры будут такие ху**ые. Не дорезать ее. Да не, не надо. Это вот главная часть. Да, да, да. Так главное. Я, Серега, не пью. Я отмечаю. Каждый день, как праздник, да? Да. Все, начали спускаться. Пообедали и отправляемся. Назад в город Алтай. Пообедали и отправляемся. 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 Продолжение следует... 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 Третья машина уже попалась Монголы везут дрова Как раз оттуда, с севера Там, где они есть Везут их на юг Их, наверное, будут продавать Ими будут топиться Оказывается, в Монголе дрова есть Но не везде, на севере Все, мы спустились в город Улиастай Забежали в магазин Влад купил себе ништяков И мы валим отсюда Валим назад, вниз, на юг В сторону города Алтай И дальше будем двигаться По направлению Кулан-Баттер И пустыня Гопи Вон вдали видняется поселок И как только появляется связь на телефоне Сразу воп Сбавляется скорость И ралли прекращается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самый просто прекрасный момент за последние сутки Случится ровно Сейчас пошел отчет на экране Мы на трассе Господи боже мой И не трясет, да? И не трясет совсем Ё-моё У меня аж кости захрустили Да Назад мы быстренько доскочили Пересчитай остановок Назад, да, быстрее Так понятно, блин Мы кого-то там корячились, спускались А то чисто в подъемы И по прибой Прикол Заселились в номер Подушка из песка Просто песок внутри Не знаю, какой-то такой наполнитель Жесть Субтитры сделал DimaTorzok Утро Мы выдвинулись с Алтая В сторону Лаян-Хангор Задача дойти сегодня туда И начать спускаться вниз В сторону пустыни Гоби Город Алтай более дикий Есть заправки Есть магазинчики Но в магазинчиках уже не так много продуктов И гостиниц не так много И в целом инфраструктура более скудная Чем тот же Хофт Или Улкий До этого мы проезжали Там прям такая движуха была сильная А здесь нет Здесь такой маленький городок Поэтому ориентируйтесь Если что-то вам нужно Купить большое Или с машины что-то сделать То это лучше делать До Алтая В том же Ховне Давай заедем туда Если я правильно понимаю Тут кто-то будет кафе Завтрак? Владик Радуйся Отвечая на один из самых частых вопросов Можно ли поехать в Монголию На легковой машине Или на кроссовере Да, можно Как минимум до Алтая И еще 120 км вглубь страны Идет отличный ровный асфальт Скоро он закончится Примерно километров через 50 Но вот рассчитывайте Что почти тысячу километров По Монголии Вы можете смело ехать На легковом автомобиле И наслаждаться всей этой красотой Вчера мы ездили на гору Отгон ТНГ Это примерно 400 км В обе стороны от Алтая Там конечно сложнее Там дорога уже такая Прям полевая Жесткая Но вы сами наверное все видели в фильме Туда у нас ушло почти сутки времени Даже чуть больше Пока мы доехали Пока заночевали Пока вернулись Туда конечно легковой будет сложнее Но в любом случае Даже туда можно пробраться Потихоньку Спокойно Не торопясь Аккуратненько Не насилуя машину Туда можно тоже проехать Поэтому друзья Если у вас есть легковая машина И вы хотите Монголию Вы можете смело садиться И ехать сюда Вот казалось бы Стоит придорожное кафе Ну относительно современная Постройка Каркас Стекла В пластиковая В пластиковая дверь Захватили мир Своими доширактами Вон тебе Орехи всякие есть Ага Я взял Взял Сверек Суп Какой? Покажите Лук Смотреть Какой? Какой-то Они меня с ума С ведут А вон смотри Кстати Ты хотел себе Взять Оно тебе Да нет Она работает Кстати Ну а все Заработал? Можно взять вторую Лишнюю не будет Она заработала Там запало Я ее Поковырял Экономия Короче Да? Да Дошираки Такую Ага Одну такую И одну такую Ну А есть? Поесть Горячий? Супер Можно еще один? Я бы сказал О Шинрамин Кстати Это прям острое Ты любишь? Да Ты их уже определяешь Да? Нет Просто я знаю Шинрамин Это острое Гурви Жопа Называется У меня есть Короче Ход один Хочешь попробовать? Там перец Там такой Так Не-не Успеем Долетим Знаешь Как быстро Это сильно По дороге Заехали В очередное Точнее В первое Придорожное Кафе Сто процентный Языковой барьер Вот вообще Просто Просто ноль То есть уровень понимания Даже на пальцах Невозможно объясниться То есть даже на пальцах Не понимают Что вы Не переводчики Ничего Я не знаю Как с ними общаться Но суп мы заказали Да Мы заказали два суп Они знают по-русски суп И я так понял Они вот сейчас будут готовить Он у них не готов Они притащили там Кусок мяса И сейчас будут готовить суп Блок баран Интересно Сколько займет от времени Дождались мы суп Принесли достаточно быстро Я вот не перестаю Не перестаю удивляться Как они так умудряются Невкусно готовить Ну вот Ну вот как так Это прям какой-то Талант Может быть Национальный Портить еду Да Портить еду Как бы ее есть можно Конечно Там с голодухи И это нормально Но Это невкусно Просто невкусно Мясо Как подошва Вообще Недоваренное Я становлюсь Ресторанным критиком Серега шибанул Орла чуть-чуть Минус фара Чудо инженерной мысли Граждан монгол Смотрите Здесь стоит Дизель-генератор Который Вырабатывает энергию Подключается компрессор Компрессор Накачивает воздух Чтобы работал Вот такой вот станок Для шиномонтажа Причем Станок этот маленький Ну Мое колесо Сюда уже точно не влезет Это Скорее всего Легковые Еще к слову Вот мы сколько проехали Уже почти 1000 километров По Монголии Пока нету таких мест Где можно пробить колесо Ну Относительно Везде хорошая дорога Да Были вчера в горах Острые камни Но Опять же Если нормальная АТ-шная резина Она спокойно пройдет По трассе Трасса хорошая Где-то какие-то съезды Тоже большие Острых камней нету Поэтому Сюда опять же Повторюсь Можно на легковой Смело И колеса будут целые Ну Опять же Без фанатизма Потому что С дуру можно и Сами знаете Я попал в тиски беды Не трогнул и не застанул И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал Субтитры сделал DimaTorzok